Всем привет! Сегодня, знаете, один из тех дней, когда мне просто хочется поговорить. Не обязательно о косметике, а просто о чем угодно. Именно поэтому я взяла телефон, залезла в сообщество и спросила, может быть, у вас есть ко мне какие-то вопросы? И такие, да, вопросы есть, вы оставили достаточно много вопросов. И сегодня я постараюсь на большинство из них ответить. Ребенок сейчас, кстати, мой под наблюдением папы, поэтому у нас всего часок на вот это вот все действие. Поэтому распыляться не будем, давайте сразу приступать. Ну что ж, я начну, наверное, с самых залайканных вопросов. Они как раз все сверху находятся. И первый вопрос. С чего начать новичку знакомство с накладными ресницами? Какие взять реснички, пучки и клей? Вы знаете, я всегда советую тем, кто пока не имел дело с ресницами, начинать с уголков. Я всегда беру на Алиэкспресс вот такой вот набор. Здесь 10 пар, осталась у меня только одна. Вот ее можно здесь посмотреть. Это, грубо говоря, внешние уголки. Смотрится настолько натурально, что новичку, скорее всего, это больше всего понравится. Потому что я знаю, когда берешь в руки впервые ленточные ресницы, клеишь их на глаза, и даже если у тебя получается удачно наклеить красиво, то выглядит это настолько драматично, что морально обычно люди к этому еще не готовы. То есть они смотрят на себя и такие, ой-ой-ой, это, по-моему, перебор. Я прям как прекрасная корова с такими огромными ресницами. А вот такие уголки, они делают акцент. Очень легко их клеить. И мне кажется, вот они как раз дополняют любой макияж. Поэтому, если вот так вот для жизни, я вот советую вот эти уголки. Я вам оставлю ссылку в описании. И также мне вот сейчас нравится вот этот клей от Revolution False Lash Glue. Он без содержания вредных ингредиентов. Здесь только полимер и вода. Все, больше здесь ничего в составе нет. Поэтому советую тоже вот именно вот этот клей. Я сейчас тоже им пользуюсь. Хочется очень услышать ваше мнение о косметике против пигментных пятен. Кремы, маски, пилинги. Ох, с пигментными пятнами на самом деле нужно заходить с другой стороны. Потому что неважно, абсолютно неважно, чем вы пользуетесь. Самое главное это защита от солнца. Причем защита от солнца должна быть на вас постоянно. И я имею в виду здесь не только SPF, а еще и в принципе физическую защиту от солнца. Это шляпы, бейсы, я не знаю, что угодно, что будет закрывать ваше лицо. Ну, если пигментные пятна на лице, к примеру. Поверьте мне, вы можете пользоваться чем угодно. Вы можете, например, обратить внимание на бренд The Ordinary. Там достаточно бюджетные есть пилинги, кислоты, которые реально работают. Они действительно отбеливают. И со временем видно, что пигментные пятна чуть-чуть светлеют, светлеют и светлеют. Но я вам гарантирую, стоит вам вот летом выйти в соседний магазинчик, быстренько сбегать вот так за 3 минутки. И вы потеряете несколько месяцев использования вот этих вот кремов, сывороток и так далее. Потому что пигментные пятна загорают вот так вот моментально. Вот реально моментально. Если вы вышли на улицу без защиты, не прикрылись от солнца, вот 100% они вернутся. Поэтому, если вы хотите избавиться именно косметическими средствами, то можете выбрать, ну, как я и сказала, вот зайдите на сайт The Ordinary. Там у них, в принципе, все очень хорошо расписано. По кислотам, к примеру, какая там сильнее, какая чуть там какая-то мягче, кому какая подходит. Там у них все очень хорошо расписано. Да и, в принципе, этот бренд продается не только на официальном сайте. Уже есть и русскоязычных сайтов полно, где это все продается. В общем-то, сможете подобрать. Но отнеситесь серьезно к защите от солнца. Иначе по-другому это просто идти к косметологу и их выпаливать, там, вытирать, затирать. В общем-то, именно косметологические уже процедуры делать. Вы рассказывали как-то о своем роботе-пылесосе. Довольно ли им теперь и имеет ли смысл вообще покупать робот-пылесос или лучше обычный? На самом деле, я считаю, что робот-пылесос и посудомоечная машина – это два самых моих лучших приобретений вообще за всю мою жизнь взрослую. Робот-пылесос – это не просто классная штука. Это обалденная просто штука. Особенно, если в вашем доме домашние животные постоянно, каждый день вы видите, как шерсть вот так вот красиво усыпала тонким слоем ваш пол. Если вы хотите себя разгрузить, если вас задолбала уборка, вот покупайте робот-пылесос. И у вас единственный и самый главный совет – это исключительно только с литий-ионным аккумулятором. Есть никель-металл-гидридные, вот их нельзя брать ни в какой ценовой категории, ни супердорогие, ни супердешевые. Вот не берите просто, потому что эти аккумуляторы служат 3-4 месяца, после чего пылесос либо можно выкинуть, либо вам нужно будет покупать новый аккумулятор, который прослужит столько же. А обычно аккумуляторы стоят эти очень дорого. Вот мы покупали бренд iLife, он есть на Алиэкспресс, но сейчас он, кстати, продается и в обычных интернет-магазинах в Украине, он в розетке даже продается. И там много моделей, если у вас ковры, обязательно нужно с щеткой на пузе, которая такая круглая, длиннее всего пылесоса. Если у вас ковров нет, ламинат, плитка, то можно просто вот эти вот два маленьких вот этих вот штучки, вот этих спереди, усики такие, их вполне достаточно. Но самое главное, выбирайте только исключительно литий-ионный аккумулятор. Нашему пылесосу уже два года, может быть даже больше, чем, да, уже больше, чем два года. Он до сих пор отлично служит, он и моет полы, и пылесосит. И действительно, вот уборку ручную, если он каждый день ездит, то нужно делать, ну, раза в две-три недели. Если честно, я вообще никого не смотрю из русскоязычных блогеров. Подписана я, по-моему, только на Диану Суворову. Вот ее видео я могу периодически посмотреть, если цепляет темы или просто позволяет время. Но в 99% случаев я смотрю американских блогеров. Причем сейчас я подсела не на бьюти-блогеров. Сейчас у меня просто жизнь так поменялась. Я стала недавно мамой, и вот как-то меня цепляют тоже блогеры, которые делают лайфстайл-видео, которые показывают своего ребенка, как они там, не знаю, обустраивают свой быт. Вот как-то мне вот эта тема сейчас близка. Бьюти-блогеров, кстати, в последнее время мало смотрю, а русскоязычных так вообще. Ира, как ты относишься к блефаропластике? С новейшими веками, особенно после 35-40 лет, взгляд становится тяжелый, уставший. Глаза пухшие как будто. В общем, возраста они добавляют. Как решиться на такую операцию? Планируешь ли ты, что можешь посоветовать тем, у кого подглазные грыжи и нависшая века? Ну, на самом деле, вы должны понимать, что операция, это в любом случае операция. Я как бьюти-блогер вообще не имею права вам что-либо рекомендовать в этом плане. Ни какие-то там лечения, ни какие-то операции. Это вообще не моя парафия, и я ни в коем случае не хочу никого призывать делать операцию. Но если вы спрашиваете исключительно о моем мнении, я считаю, что это все зависит от того, насколько действительно человеку некомфортно в своем теле. То есть любая пластическая операция, это только вопрос того, насколько вам некомфортно. Если вам настолько некомфортно, что вы вот смотрите на себя в зеркало, каждый день испытываете прям какую-то депрессию по этому поводу, то стоит, я считаю, делать. Лично меня мои нависшие веки вот вообще никак не напрягают. Я научилась делать макияж, и мне как бы нормально. Я считаю, что макияжем это можно исправить. Это не какая-то проблема, это просто такая форма глаз. Насчет макияжа на нижнем веке у меня очень слезятся глаза, и я не могу накрасить даже ресницы. Как сделать законченный макияж? Спасибо. У меня на канале есть видео о том, что делать, если слезятся глаза. Я его снимала миллиард лет назад, но оно до сих пор актуально. Я оставлю вам на него ссылку, посмотрите. Твой канал такой интересный, но почему просмотров так мало? Что происходит с ютубом? У тебя хорошая подача материала, опять же интересно. Но блин, просмотр, мне обидно. Кстати, не только за тебя, но и за других блогеров. Мне часто приходят такие комментарии. На самом деле я не буду лукавить. Конечно, мне бы хотелось, чтобы просмотров было больше, потому что сейчас мой канал выглядит так, как будто я накрутила подписчиков. И иногда, кстати, прилетают такие комментарии в стиле «О, накрученные подписчики, там столько много подписчиков, и так мало просмотров». Но, вы знаете, я анализирую эту ситуацию, и как я ее вижу, это так, что, во-первых, моему каналу очень много лет. И вот эта цифра наработалась не там за неделю, за месяц или за год даже. Это вот за 8 или 9 лет, сколько уже моему каналу я уже сбилась со счета. То есть, часть вот этих вот подписчиков, это просто еще вот те люди, которые подписались на меня очень-очень давно, и, скорее всего, они уже даже вообще ютуб не смотрят. Ну, у меня так складывается, в крайней мере, впечатление. И также я замечаю, что на мой канал очень много подписываются с видео о нависших веках. И я так думаю, что предполагают, что вот каждое видео мое будет вот такое. И имеется в виду там обучающее или какое-то там, я не знаю, с какими-то техниками. А когда у них в подписках появляются мои свежие видео, а не те, которые там 10 лет назад были сняты, именно там о нависших веках исключительно, а появляются какие-то обзоры или вот такое видео с ответами на вопросы, то просто этих людей это не интересует. Здравствуйте, Ирина! Может, посоветуете, какая тоналка-консилер лучше для возрастной кожи? Так, из люксового сегмента я всегда советую для возрастной кожи тональный Estee Lauder Double Wear Nude. Офигенный просто тональный, классно смотрится, не западает в морщины, не утяжеляет макияж, не добавляет возраста. В общем-то, мне кажется, что это один из лучших вообще в принципе для возрастной кожи. Если говорить о среднем ценовом сегменте, мне очень нравится Lumine Natural Glow. Это потрясающая такая светящаяся тональная основа, которая реально омолаживает. Вот ее наносишь, и лицо начинает так как-то светиться, что действительно как-то снимает пару годков, ну точно. И если говорить совсем уже о чем-то бюджетном, вот еще вот этот вот продукт неплохо реально выглядит на лице в возрастном макияже. Это люкс визаж CC крем. Конечно, вот это самый слабый вариант, но он и самый бюджетный из всего. Из консилеров. Опять-таки, если позволяют финансы, возьмите консилер Cisley. Очень классный, очень здоровский, ужасно дорогой, но при этом классно реально выглядит под глазами. Если хотите что-то побюджетнее, то недавно я делала обзор на консилер Calistar. Называется он Filler Concealer. Вот, кстати, тоже очень неплохой вариант. И вот посмотрите этот обзор. Видео называется «Я решила дать ему второй шанс». Вот буквально недавно оно вышло. Посмотрите это видео, может быть, вам понравится эффект. Очень хочется про бюджетные кисти для макияжа, где купить и так далее. Ой, бюджетные кисти для макияжа – это вопрос спорный для меня, потому что я приверженец все же того, чтобы кисти были качественные. Не обязательно, конечно, покупать как ухода, чек ухода в свою коллекцию, если вы не планируете профессиональную деятельность, хотя они очень классные, даже просто для себя, мигусенькие, качественные, все с ними замечательно. Но если нет возможности тратить такие огромные деньги, но хочется что-то качественное, на Алиэкспресс есть бренд «Шушу Лэнг». Магазин называется «Girl's Story», по-моему. Я, в общем-то, оставлю опять-таки ссылку в описании. Наборы там все равно не дешевые. Они там стоят, ну, 60-70 долларов, 100 долларов, 150 долларов набор стоит. Но это реально крутое качество, вот прям крутое. И я сравнивала эти кисти с теми же хакухода, и вы знаете, я считаю, вот они приблизительно на одном уровне. В чем плюс конкретно этого бренда? Это в том, что они продают поштучно кисти, и не обязательно брать набор. Вы можете по чуть-чуть, по чуть-чуть заказывать по одной кисти, и везде там бесплатная доставка. То есть вы можете взять сначала одну кисть там за 8 долларов, потом через месяц там еще взять другую кисть за 15 долларов, еще через месяц там возьмите еще одну кисть там за 20 долларов. И так постепенно-постепенно соберите коллекцию, но у вас реально будут классные кисти, которые вот до конца вашей жизни, скорее всего, вам прослужат. Как Сэмик принял малышку? Как на нее реагирует? Как гуляете с малышкой в период самоизоляции? Ой, не сыпьте мне соль на рану. Никак не гуляем, на самом деле. Мы уже полтора месяца сидим дома. Ой, это тяжело, конечно, на самом деле. Ну ладно, я в это не буду углубляться. Отвечу на первую часть вопроса. Как Сэмик принял малышку? Вы знаете, я была на 99... Нет, такие 99. Я на 100% была уверена, что он будет очень сильно ревновать, потому что малыш у нас избалованный, и мы всегда к нему относились как к нашему ребенку, там, тискали его на ручках, носили, в жопку целовали, он спал с нами в кровати. И поэтому я была уверена, что когда появится ребенок и сместится акцент на ребенка, он будет очень сильно ревновать. И так и произошло в первый день. Когда я вернулась с роддома, мы даже записали это видео, я хотела именно, чтобы муж взял ребенка и муж именно занес ребенка, потому что муж все-таки за время моего пребывания в роддоме, он возвращался домой, он там с ним гулял, уделял ему внимание, а я вот на эти несколько дней вообще просто пропала, и мне не хотелось, чтобы я вернулась, и вот как бы я типа принесла вот это, то, что впоследствии ему испортило жизнь. Поэтому как бы сначала зашла я, он, естественно, мне обрадовался, начал меня там влизывать, начал на меня прыгать, а потом зашел муж уже с ребенком, и он такой, опачки, а это что такое? Вот. И первый день он сильно скулил, он не понимал, что происходит, она начинала плакать, он вообще забивался в угол, в ужасе, типа, что за *** вообще? Ну, а со второго дня собаку реально как подменили, как будто он осознал, что это наш новый член семьи, и он ее принял. И с тех пор вот меня действительно каждый день он поражает, потому что он стал себя вести гораздо тише, он старается быть аккуратней, он не шумит. Еще вопрос. Если у ребенка будет аллергия, что будете делать с домашними питомцами? Ой, вот это на самом деле болезненный для меня вопрос, потому что я не хочу сейчас никого обвинять, да, или там тыкать пальцами, но я не приемлю вот такое отношение. Вот у нас появился ребенок, все, быстро избавиться от всех домашних животных. Другое дело, когда действительно аллергия, но это когда действительно аллергия, когда это подтверждено, я не знаю, там кучей анализов, кучей, я не знаю, там консультаций с педиатрами, аллергологами и так далее, и вот действительно вот нет никакого другого выхода, кроме как отдать животное кому-то, тогда я бы с мега тяжелым сердцем, я бы это сделала, скорее всего, попросила свою маму, чтобы она его забрала, и я думаю, что в таком случае она бы таки его забрала, ну мы бы продолжали его содержать, то есть ему покупать корм, ему покупать вещи, и там, ну все, вот как бы мы продолжали бы это делать, но это было бы ужасно с тяжелым сердцем, но вот так вот просто типа, ну вот чтобы не было аллергии, потому что, ну тут шерсть везде, там еще там что-то, ну как бы вот эти стандартные темы, я это не приемлю, и я это открыто могу сказать тем людям, которые так поступают, я считаю это предательство, потому что вы сами взяли это домашнее животное, причем с детьми бывают типа сюрприз, там залетело, и как бы ну уже пришлось оставить, или там решили оставить, вот, и это как бы ну так, случайность, с животными случайности не бывает, вы заводите их исключительно по своей инициативе, вот вы решили взять это живое существо, дать ему этот дом, и это его дом, это он стал, ну я считаю, он стал членом вашей семьи, и потом вот так вот выбросить, потому что как бы вы сначала вроде как реализовывали свои возможно материнские инстинкты, проецировали на это животное, а потом оно вам стало ненужным, потому что появился реальный ребенок, ну для меня это выглядит как предательство, для животного тоже, это абсолютно такое же предательство. Не хотелось ли вам вернуться обратно в блонд? Не поверите, перед тем как я узнала, что я беременна, я собиралась возвращаться в блонд, я уже даже консультировалась с парикмахерами, со своей подругой, которая имеет огромный опыт парикмахера, я спрашивала, как мне лучше из темного цвета выйти, в какой оттенок перекраситься, короче, у меня уже прям реально был план, и летом я собиралась, летом в смысле 19-го года, я собиралась возвращаться назад в блонд, но тут случилось так, что я забеременела, и естественно этот вопрос отложился в очень долгий ящик, я теперь вообще не знаю, когда смогу вернуться к этому вопросу, мало того, что я кормлю грудью, и как бы нежелательно вот сейчас все эти манипуляции, и это не просто там покраситься, ладно бы там просто это тонирование, или какая-то безомячная легкая краска, нет, из такого цвета, для того, чтобы выйти в блонд, это надо кучу химоза себе на голову налили. Ира, доброго времени суток, хотела спросить, кто вы по национальности, как относитесь к межнациональным бракам? Кстати, я заметила несколько вопросов по национальности, потому что многим кажется, что у меня есть какие-то восточные корни, на самом деле у меня их просто ноль, абсолютно, я по национальности украинка, мама моя русская, нас тамбова, со стороны мамы там все русские, а со стороны папы, папа родился в Киеве, бабушка у меня тоже со стороны папы киевлянка, а дедушка со стороны папы, он с Воронежа, вернее, с Воронежской области, с село Кочетовка, если я не ошибаюсь, вот он оттуда, поэтому по большей части, наверное, все-таки во мне больше русской крови, нежели украинской, ну, где-то все равно 50 на 50, грубо говоря, я никак не могу подобрать основу под тень или базу, веки нависшие, и веки быстро жирнеют, все тени исчезают в полдень, и дорогие бюджетные, с утра стараюсь, и ничего не остается, так, если вы хотите купить что-то дорогое, то это NARS Smudge Proof Eyeshadow Base, вот исключительно вот эта база, она держит тени, если вы хотите бюджетный вариант, то очень неплохой у буржуа, 24 часа, Eyeshadow Primer, по-моему, он называется, вот он тоже, немножко хуже, конечно, чем NARS, но тоже очень неплохо держит тени, поэтому обязательно попробуйте. С чего началось ваше увлечение косметикой? В каком возрасте стали что-то пробовать? Может, есть забавные истории из детства? Мне кажется, я косметикой всегда интересовалась, мне всегда было интересно заглядывать к маме в косметичку, в подростковом возрасте я уже активно хотела краситься, но мне просто было нечем, и вообще долгое время, пока я не стала зарабатывать сама деньги, у меня очень мало было косметики, там может быть одна какая-то мини-пини тенюшечка, там тушь, я помню, мама мне покупала тушь, и может какой-то там блеск для губ, я не помню, если честно, но очень-очень-очень мало было действительно, и я красилась просто вот тень так чик, чик, и все, вот это был весь мой макияж, может там ресницы еще подкрашивала. Когда я открыла для себя мир YouTube, а это было давненько, лет, наверное, 10 назад, первые люди, кого я смотрела, это была Marlena Makeup Geek и Tiffany, Makeup by Tiffany D, вот если вы давно на YouTube, вы знаете, кто эти люди, это были первые бьюти-блогеры, и для меня открылся такой мир вообще, я поняла, что я хочу этим заниматься, мне это нравится, и я даже по урокам Марлены, я делала там скриншоты на компьютере, описывала шаги, как это все делать, потом покупала косметику дешевую, там какую-то китайскую, и я вот прям стояла в ванной перед зеркалом, так первое, там нанести праймер, ага, я там наносила, потом растушевать там такими-то движениями в складке, такой-то цвет, я там пробовала, конечно, эксперименты часто заканчивались ужасным результатом, но тем не менее, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и уже потом действительно я научилась краситься, когда пошла в школу визажа, и после ее окончания, конечно, навыки у меня значительно повысились. Еще такой вопрос, с какого возраста вы разрешите своему ребенку краситься? Верите ли вы второй магию? Ну, вторую магию я не буду затрагивать, потому что, ну, я как бы не сильно с этим знакома, никогда не пробовала, пробовала, не знаю, может что-то в этом есть, а может нет, ну, как-то меня это особо тема не касает, грубо говоря. Что касается, с какого возраста разрешу ребенку краситься? Ну, во-первых, если у нее действительно будет интерес к этому, то я думаю, со старших классов точно разрешу, то есть, с класса там девятого, но я сто процентов хотела бы, чтобы у нее была хорошая, качественная косметика, то есть, мы бы с ней что-то подобрали, и я бы ее обязательно научила бы красить, краситься, чтобы это не был какой-то макияж черти что, а чтобы действительно какой-то подобрать ей такой базовый макияжец, легенький, естественно, там в девятом классе не будешь там расфуфыр делать какой-то с макияж и так далее, но вот какое-то что-то базовое такое, я бы ее научила делать, и потом, если бы она этим увлеклась, действительно, то я бы уже и дальше ее учила, каким-то там техникам, как-то бы подбирала ей косметику, макияж, и, в общем-то, да, наверное, как-то так. Привет, ты расскажи, как долго вы встречались с мужем до свадьбы, и сколько у тебя было долгих отношений до него? Спасибо. С мужем мы уже 15 лет вместе, и жить вместе мы начали спустя 5 лет отношений, мы переехали вместе в Одессу, и сейчас вот в Одессе как бы и живем с тех пор. Поженились мы гораздо позже, то есть у меня никогда не было вот этого стремления выйти замуж, типа вот как я обязана выйти замуж, для меня было достаточно, что мы живем вместе, просто как-то в один момент мы почувствовали, что для нас это логично, как бы уже пожениться, потому что как-то наступает вот какой-то такой неловкий момент, когда вы так долго живете вместе, вот как-то неловко называть вот это мой парень, то есть как-то, ну, действительно уже столько лет отношений, и мужем вроде как не назовешь, потому что, ну, как бы официально вроде типа не муж, хотя на самом деле это уже считается гражданским браком, по большому счету, если там больше двух лет, по-моему, живете вместе, но все равно это какой-то вот такой вот, что-то какой-то неловкость, какая-то как незавершенность, что ли, и вот мы почувствовали, что, наверное, нужно как-то это все оформить, и поженились в этом году 4 или 5 лет будет, так, сейчас момент, так, в 2015 году мы поженились, вот видите, для чего я татуировку делала, потому что я ничего не помню вообще, доброго времени суток, Ира, будешь дополнять татуировку в связи с рождением дочки? Очень хочу, но пока, конечно, опять-таки, во-первых, кормлю грудью, мне это не светит, во-вторых, времени нет на это, поэтому пока в ближайшее время точно нет, но я очень хочу и очень хотела бы, да, дополнить. На кого похожа Эмилия? Эмилия, на самом деле, папина дотя, поэтому есть в ней что-то от меня, вот особенно сейчас, вот когда она чуть-чуть подросла, я вижу что-то вот от меня, но вот когда она родилась, это вот просто вылитый Никита был. Здравствуйте, как относитесь к искусственному вскармливанию? Ну, как отношусь? Обычно отношусь, если это желание мамы, раз, либо это действительно необходимость, это два. Но я столкнулась с тем, я имею в виду истории девочек, которые недавно родили, или даже не недавно родили, и истории из роддома. Это просто катастрофа, насколько в наших странах, насколько в наших странах, сразу пытаются запороть грудное вскармливание, и начинают рассказывать уже в роддоме, что надо обязательно докармливать, потому что ребенок теряет вес, он не наедается молозивым, и вот такой вот прессинг начинается с первых дней. С первых дней ребенка докармливают смесью, и так вот и приходят домой, и вот начинают по чуть-чуть этот докорм увеличивать, а потом думают, да что я парюсь вообще с этой грудью, уже и так докармливаю, и вот так вот заканчивается грудное вскармливание. Если женщина сознательно идет на это, то есть она не хочет привязываться к этому, ей скоро выходить на работу или, не знаю, да любая какая-то причина, вот действительно это сознательное решение, я не хочу кормить грудью, я хочу перейти на смесь. Тогда нормально я к этому отношусь. Если действительно есть объективная причина, почему нужно докармливать, и объективная причина это невзвешивание в один месяц, и о боже, вы ничего не набрали. Мне кажется, что вообще вопросом грудного вскармливания нужно заниматься с первых же дней, вызывать консультанта по грудному вскармливанию, проверять, чтобы было правильное прикладывание, сразу правильно делать организацию грудного вскармливания, тогда в 99% случаев у вас будет все хорошо, не будет такого, что у меня перегорело молоко, ой, я там перенервничала, у меня там что-то пропало молоко, от нервов молоко никуда не девается на самом деле, потому что если бы оно куда-то девалось, наше человечество бы вымерло еще в период, я не знаю, динозавров, потому что если вы думаете, что у вас больший стресс, чем у людей, которые прошли войну, революцию, голод, не знаю, холодные какие-то зимы в пещерах и так далее, то вы очень глубоко ошибаетесь, я сомневаюсь, что в жизни вашей был больше стресс, чем переживали женщины вообще за всю нашу историю. Стресс может блокировать отделение молока, то есть выработку окситоцина, который именно отвечает за отделение молока, но пролактин, это гормон, который отвечает за выработку молока, стресс на него абсолютно никак не влияет. Я, в общем-то, могу очень далеко влезть в эту тему, на самом деле я не хочу сейчас много об этом говорить, но если у женщины есть желание кормить грудью, но ее пугают, и вот смесь ей начинают впихивать, вот я вот просто до ярости доходит, мне это бесит жутко просто. Поэтому я всем советую, если вы планируете кормить грудью, вот с первых же дней вызывайте консультанта по грудному вскармливанию. Ну что ж, на этом я думаю, стоит закончить, потому что вопросов на самом деле очень много, но многие из них повторяются, да и я не хочу делать из этого видео тираду там на 3 часа, поэтому думаю, пора остановиться. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот, и также YouTube сейчас вам предлагает посмотреть и другие мои видео. Если вы их не смотрели, обязательно посмотрите, а если смотрели, то мы с вами встретимся на следующей неделе в моем новом выпуске.